Визит Владимира Путина в Белград стал самым ярким событием недели. Здесь важны не только политические и экономические итоги переговоров, но и атмосфера, в которой они проходили. Больше ста тысяч человек вышли на улицы в сербской столице, чтобы поприветствовать президента России и сказать ему спасибо. Как я понимаю, такая цифра небывалая для сербии, где проживает не так много людей. Да, конечно. Мы, кстати, нередко слышим в России о тех, кто считает себя либералами, как много, мол, времени уделяют телевидение и газеты президенту Путину. Но вот я вам тут привез подборку сербских газет и хочу вам подробно показать. А это все-таки отмечу иностранные издания. Так вот, Путину, российскому президенту, каждая из этих газет посвятила столько полу, что у нас представить такого, мне кажется, просто невозможно. Некоторые издания вышли вот даже вот с такими календариками, с изображением Путина. И понятно, почему президент Путин в Сербии очень популярный политик и встречали его соответствующе. У подполковника ВВС Сербии в тот день было особо важное задание. Он встречал российский борт номер один. Потому вместе со служивцами последнее приготовление отчет секунд до момента, когда нужно будет стартовать. Встреча президента Владимира Путина – это честь для каждого летчика, который выполняет это задание. МиГ-29. Начали сопровождение самолета российского президента сразу же, как он вошел в воздушное пространство Сербии. Эксклюзивные кадры нашей программы. Как это виделось с борта номер один, фактически глазами Путина. Ослепительно яркое солнце, голубое небо и под крылом с изображением российского триколора истребителей. Почетную эскадрилью отлично было видно в разных точках Белграда и, конечно, в аэропорту. Встречать Путина к трапу самолета приехал сербский президент Вучич. А телевидение страны отовсюду, где должен был появиться в рамках визита российский лидер, вело безостановочные прямые включения. Почетный караул, натирает сапоги до блеска. Командир очень волнуется, особенно это заметно со стороны. Он то и дело повторяет те слова, что должен произнести, и по кругу воспроизводит все те движения, что вскоре предстоит совершить. Все должно пройти на отлично. Звонят в колокола православных храмов. Сербия встречает российского президента. Вот мы видим кортеж Владимира Путина. Кортеж Аурус прилетел тоже в Белград. Встречает Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич. Вот двери открываются. Выходит Владимир Путин. Журналистов собралось здесь столько, что не хватает многочисленных ступеней палаты Сербии. Под звуки российского гимна начинают стрелять пушки. В здании палаты Сербии от каждого залпа дребезжат в массивные люстры. После того, как Путин и Вучич вошли в здание, сербские журналисты, попросав на ступенях стаканчики с водой, буквально рванули к дверям, потому что увидели подъехавший автомобиль Путина. Встреча Путина и Вучича проходила по-обычному для таких визитов сценарию. Но атмосфера, конечно, была совершенно особенной. Щенок Шерпланинской овчарки ждал перерыва в переговорах президентов, немного подустав от такого числа самых разных людей вокруг. Все хотели погладить, потискать, узнать, сколько месяцев и как зовут. Паша. Паша. Щенка, подаренного президенту, зовут Паша. Ему ровно 4 месяца и впереди большая дорога. Своего нового хозяина Паша принял быстро. Вот какой милый. Симпатичный, значит, зайцы. Паша. Паша. Когда этот пес вырастет, то будет весить 40 килограммов. Паша. Спасибо. Какой мальчик. Да, спасибо. Ее все спокойно. Спасибо. В характере породы храбрость и привязанность к своему хозяину. Спасибо. В соседнем зале в щелку между дверями наблюдают помощники. Впереди продолжение переговоров. Министров с обеих сторон так много, что воду сюда везли тележками. В этом зале сербская сторона организует торжественный обед. Вот место Сергея Лаврова. Как мы видим, его табличка. Здесь никаких табличек нет, потому что сидеть здесь будут президенты. Но мы сейчас с вами можем заглянуть в президентское меню. Причем, обратите внимание, все написано на русском языке. Итак, угощать президентов будут телятины в чугунном сосуде на углях, жареном ягненке и поросенке с хреном. На обед приглашены те, кто многое сделал для развития российско-сербских отношений. Здесь и режиссер Кустурица, у которого из кармана биджака торчала сигара. Одни. Ну, реально. Я всегда рад, когда президент у нас в Сербии. Здесь, конечно, приготовлены в том числе сербские национальные блюда. И вот мы видим, что есть даже блюда, где выложены слова «Сербия и Россия». Во все времена и хорошие, и сложные Сербия всегда демонстрировала характер, независимость и дорожила своим суверенитетом. И в сегодняшнем мире у нас есть все возможности не только пройти через определенную систему сложностей, испытаний, но и выглядеть очень достойно, добиваться результатов и побеждать. Для президента России выступает оркест. И в рекрутуаре у него очень много русской народной музыки. Свой особый подарок приготовил министр иностранных дел Сербии. Аж песни на русском языке изучили к визиту. Это правда? Несколько для визита. Я всегда. Я всегда. Подмосковные вечера, очи черные, калинка и так далее. Мы случайно увидели момент репетиции. Но петь в полную силу тогда не стал. Ждал подходящего момента во время обеда. И вскоре он настал. За здоровье всех присутствующих. За укрепление российско-сербской дружбы. След за калинкой в зале зазвучала смуглянка-молдаванка. Кустурица чуть было. Не пустился в пляс. На улицах Белграда в те же самые минуты начинается масштабное шествие. Тысячи человек идут по городу с портретами Путина, российскими флагами, транспарантами. Русские сербы, братья навек. Гигантские надписи «Сербия любит Россию». Теряются на фоне настоящего моря людей. Сербия хорошо помнит уроки геополитики от Запада. В городе до сих пор многие здания зияют ранами после натовских бомбежек. Атака на телецентр со стороны так называемых демократических стран унесла тогда жизни двух десятков журналистов. Сербия защищалась как могла. В музее авиации не спадает интерес к остаткам сбитого американского истребителя, который считался невидимым. Но то, что от него осталось, вот уже почти 20 лет выставлено на всеобщее обозрение. Привет, Россия! Я вас любим очень! В последние годы Сербия, конечно, стала сильнее. Министр обороны страны называет Сергея Шойгу своим другом. Это человек, который помог в укреплении армии Сербии. Она так быстро и так сильно обновилась. И сотрудничество продолжится. Будем модернизировать сербскую армию, приводить ее в то соответствие, в котором она должна быть. В Сербии очень благодарна России за то, что она не признает независимости Косово и за посредничество в косовском урегулировании. Евросоюз обещал Белграду, что в Косово будут создаваться сербские муниципалитеты, что там смогли бы присутствовать сербские полицейские. Где это все? Ничего нет. Иногда складывается впечатление, что принимавшиеся ранее решения принимались только для того, чтобы растащить сербский народ по разным государственным квартирам. В Белграде никто не удивляется, что фонтан в центре города окрасили в цвета российского флага, что здесь открываются рестораны под названием Путина, в глубинке даже целое село назвали Путинова, открыли кафе Крым. И всем здесь, как кажется, нет никакого дела до того, что Запад пытается демонизировать Россию. Вы идете против этой моды. Вы не думаете, что рискуете? Вы знаете, как я сегодня уже сказал, Сербия – свободное и независимое государство. Россия – наш настоящий союзник, мои друзья, и у нас нет политической моды. И вас тоже пытаются ставить перед выбором иногда. Либо санкции, либо Евросоюз. Как с этим? Сербия не ввела санкции против России и никогда не будет вводить санкции против России. Как подлинный сторонник тёплых отношений с Россией, президент Сербии удостоился одной из самых высоких – госнаград. Та самая государственная награда – Орден Александра Невского. Удостоверение госнаграде и здесь написано. Давайте вместе посмотрим. Вучич Александр награждён Орденом Александра Невского указ президента России от 7 января 2019 года. Перед церемонией награждения и пресс-конференции в зале не остаётся ни одного свободного места. Фоторепортеры размещаются на полу. Есть? Окей. У всех есть место? Нет. В момент вручения госнаграда, конечно, заметно, насколько сильно растроган президент Сербии. Папки с подписанными документами здесь приходится складывать в кипу. Россия и Сербия расширят сотрудничество, несмотря на категорическое желание Вашингтона снабжать Европу своим газом. Нам пытаются американские партнёры сказать, что их сжиженный газ, вот он дешёвый, хоть и должен проехать полмира вообще проплыть. Он не дешёвый. Турецкий поток – это для нас очень интересный проект. И думаем, что в скорое время всё закончим в пользу сербского народа и российского государства. Действительно, мы предлагаем самый конкурентный товар? Да, без сомнения. Трубопроводный газ из России является самым дешёвым газом из всех источников, из которых поступает газ на европейский рынок. С учётом растущего объёма поставок нашего природного газа в Европу, мы загрузим не только оба северных потока, не только турецкий, но сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину. Сербская православная церковь, считающаяся одной из старейших в мире, не признала украинских раскольников редкой интервью патриарха. Это слишком очевидно. То, что сделал Константинопольский патриарх – это просто взрыв в православном доме. Абсолютно политическое дело. К восьми вечера уже все центральные белградские улицы были запружены людьми, которые надеялись увидеть российского президента. И надпись «Россия» даже на микрофоне нашей съёмочной группы вызывала здесь жгучий интерес. Вечерний Белград. Президент Путин прибыл к храму святого Саввы, который восстанавливается в том числе на российские пожертвования. Строительство собора фактически идёт уже более ста лет. Оно многократно останавливалось по самым разным причинам. И вот только сейчас становится ясно, что вскоре оно будет завершено. Принять участие в мозаичной росписи попросили и Путина с Вучичем. Когда стало известно, что Путин выйдет из храма и скажет, несколько слов прямо с его ступеней, улицы в окрестностях собора зажглись огнями десятков тысяч мобильных телефонов. Хвала! Хвала на претензии! Спасибо! Спасибо вам за дружбу! По данным президента Сербии Александра Бучича, сегодня здесь, в окрестностях храма святого Савва, собрались 125 тысяч жителей Белграда. Мы слышим, что они скандируют и говорят. Вот мы можем повернуться и увидеть, что здесь идёт сейчас президент России. Вот он направляется к людям, и мы видим, что происходит в этот момент. Люди, находившиеся в окрестных кафе, прильнули к окнам. Из мощных усилителей на весь центр сербской столицы звучат русские и советские мелодии. Мы слышим, что президент России уезжает из Белграда и играет сейчас песня «День Победы». Ну, такая очень необычная там была атмосфера, конечно. Почему такое отношение братского сербского народа? Потому что Россия не предала и не предаёт. Здесь, конечно, интересно вспомнить два исторических факта. Первый, ведь именно с разворота над Атлантикой, когда Евгений Максимович Примаков таким образом выразил свои отношения к начавшейся бомбардировке тогда ещё Югославии, и с этого момента начинается, если угодно, политика на восстановление суверенитета нашей страны. И, конечно, 2015 год, когда Совбезион, британскую инициативу, которая признала бы сербский народ народом виновным в геноциде, именно наша страна заблокировала. Ну что ж, приятно, что среди многих народов, которые могли бы сказать спасибо России, сербы являются тем народом, который помнит и не предаёт.